Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Редактор субтитров А.Семкин Французский поэт и философ Поль Валерий заметил как-то, что вдохновение – это гипотеза, а автор художественного произведения для нее просто наблюдатель. Так ли это? И что такое вдохновение? На самом ли деле это гипотеза, которую нужно постоянно доказывать? Вот об этом мы и попытаемся сегодня поговорить на протяжении нашей программы в студии из Гомеля. Добрый вечер, меня зовут Сергей Краснобород. Разговаривать мы будем сегодня с художником Иваном Поповым. Ну а музыкальное сопровождение Владимир Грамма, наш соавтор и инструменталист и композитор. Иван, давайте начнем. Начнем с определения математических терминов. Все-таки гипотеза, требующая подтверждения состояния. Вы согласны с этим? Нет, я не согласен. Ну, добрый вечер для нее, друзья. Все же, я думаю, что это ближе к настроению просто. Это настроение. Самое главное – это его творчество, которое его и вдохновляет в первую очередь. Вдохновение как таковое – это составная часть или как бы необходимость? Необходимость. Для художника? Конечно. Если нет вдохновения, нет художника? Если нет вдохновения, и надо просто работать, у тебя может не получиться. А вдохновение достигается различными способами. Хорошей книгой, хорошей музыкой. Почитанием твоих поклонниц. Для вас вдохновение – это что? Настроение. Это вот то состояние, когда тебе хочется творить, несмотря ни на что. И ты вот отрицаешь все остальное, что тебе мешает, и только занимаешься своим творчеством. Как это получается? Нет, подожди. Это, наверное, сложно объяснить так вот просто вдохновение. Что такое вдохновение? Ну, в первую очередь, это творческое настроение. Это та мысль-то, идея, которая тебя захватывает полностью, без границ, и просится выйти, выплеснуться в виде, ну вот, в моем случае, именно в виде красочного полотна. То есть, в начале появляется идея? Да. Это идея умозрительная? Пусть несколько абстрагирована, но процентов на 80 ты ее видишь, эту работу, уже такой, как она должна быть. Просто ее хочется сделать. Хорошо. Если отталкиваться от ваших, твоих, давай твои. Давай. Хорошо? Мы договоримся, твои, поскольку знакомы достаточно давно, а будем сбиваться туда-сюда. Я думаю, наши телезрители простят нам это. Твои работы, они не всегда однозначные. Где-то какие-то пространства, странные образы, то есть появляется первая, появляется мысль. Когда как. Иногда бывает просто какая-то маленькая деталь, которую ты начертил там, сидя на родительском собрании в школе, там просто чирикаешь так в блокноте, и вот появляется какая-то деталька такая маленькая. Или это космический пришелец какой-то, или аморфное какое-то странное существо. А потом уже вся атмосферика, которая должна, на фоне которой персонаж должен быть изображен, ты его и создаешь уже на холсте. И ты тоже вырисовываешь. Вот просто маленькая деталь может пойти, может просто наоборот, пойти какой-то образ пространства окружающего, космического или инопланетного, иной сущности какой-то. И ты уже создаешь это пространство, а потом уже наделяешь какими-нибудь уже позже придуманными деталями. То есть вот такая чистотехническая работа. Изначально это где-то на астральном, а потом уже да. У меня такая пословица любимая есть, которую я сам для себя формулу что ли сделал. Сознание рисует картины, а подсознание путешествует в них. Сознание – это то, что ты знаешь какие-то технические навыки, как работать с краской, как работать с материалом, какая кисть тебе нужна для той или иной процесса работы. Это сознание работает. Это техника. Сознание комбинирует, компанирует всю будущую работу. А подсознание в это время старается в этом мире, в котором ты создаешь, путешествовать. Как бы так вот мысленно. Ты все время отходишь от роботы, смотришь, подходишь к ней, опять что-то подрабатываешь, опять отходишь, смотришь. И вот это вот процесс, где твое сознание должно проникать, научиться проникать в эту картину. Вот это и есть вдохновение? Это творческий процесс, который является, наверное, вдохновением. Способность загнать себя в эти рамки? По-моему, наоборот. Безграничить такое. То есть рамки – это только обусловленная вещь, ограниченная форматом холста. А все остальное, там как бы это пространство расширяется, и ты уже туда вошел. И то, что ты видишь там, как бы случайно, ты это стараешься нарисовать. Я все-таки вот про это психологическое состояние. Ну, потому что, понятно, ты закончил художественное училище. Да. Три года службы военно-морском флоте, работал художником-оформителем и постоянное творчество. Вот. То есть, наверное, разные техники перепробовал, разные формы, способы перепробовал. Конечно. Для того, чтобы владеть мастерством, да? Как минимум. Это все параллельно с вдохновением? То есть, вот эти вот идеи и постижение основ мастерства? Скорее всего, мне просто интересно постоянно экспериментировать с различными техниками. В 90-х годах, когда я видел, что определенные картины у меня начинают резко раскупаться, как горячие пирожки, мне становилось неинтересно больше писать такие работы. Я старался поменять свою технику живописной, так, чтобы это было мне интересно. Я рисовал картины спиральными такими мазками, там, многослойные, многокрасочные. Я обращался к эротической живописи. Я занимался натюрмортом, которым сейчас практически мало занимаюсь. Ну, пейзажная живопись, пленерная, это всегда было со мной. Это один из любимых моих направлений в творчестве. Написание пейзажей с натуры на природе вживую. То есть каждый раз меняется техника? Ну, не совсем каждый. Есть какие-то излюбленные приемчики, которые ты используешь. Время от времени возвращаешься к ним и используешь их, потому что, ну, настала пора опять их попользовать в своем творчестве. А есть какие-то моменты, нюансы, когда хочется взять и что-нибудь сделать, такой эх, который ты раньше не делал. Просто это интересно для самого себя. Ну, вот ты упомянул, что, да, в 90-е годы картины раскупались, и тут вдруг, хоп, захотелось поэкспериментировать, поменять. То есть ищем новое направление в таком ситуации или это поиск лично свой, а не в угоду рынку? Нет, не коммерческий, конечно нет. Это просто поиск лично свой. Если у меня появилось потребность написать несколько космических работ, потому что она тогда наболела, нагорела. Как-то вот эти образы давно уже в моей голове созревали, и я их сделал, эти работы. Что я буду делать дальше, я не знаю. Очень хочется вернуться опять к эротической живописи. То есть и картинам, содержащим эротическим. Это с возрастом. Наверное. Да. Потому что либо там начали в юности эротические живописи, да, либо там попозже уже. Вдохновение опять-таки. Несомненно. Когда у тебя покупают работы, и ты имеешь сюда личные деньги, это вдохновляет как бы продолжать немножко что-то еще. Ну, это называется то, что твоя работа понравилась кому-то, так она понравилась, что он не пожалел там каких-то сумм определенных, чтобы ее приобрести. И повесить в своей среде обитания, в свое жилище. Значит, ты востребован. Значит, кому-то действительно нравятся твои работы. И это, несомненно, откладывается в отпечатки и на твое настроение творческое. А бывают такие работы у тебя? Есть такие работы, которые никому не нравятся? То есть, как-то я из своей области, Ахматова как-то, по-моему, Ахматова, да, написала стихотворение «Всем нравится». Наверное, плохое. Дословная цитата, да. Вот есть такие картины, которые... Есть картины, которые... Нет, жена, понятно. Жена, это да, это... Ну, жена один из ярчайших вдохновителей моих. В творчестве. Естественно, естественно. Ну, что я тебе скажу, Сережа? Знаешь, наверное, все-таки... Как-то здесь по-другому. Не так, как вот ты рассказываешь, как-то меня иначе. Не знаю, я не особо задумался как-то о таких небольших нюансах. Не знаю, как ответить на этот вопрос пока. Ну, хорошо. Если нет... Ага, то есть ты не хочешь просто говорить, какие работы не нравятся полностью, да? Хорошо, а как... Наверное, я просто таких работ крайне мало. Если они не нравятся, мне, я их никогда не экспонирую, их просто уничтожаю. Если она просто не получилась. Но это бывает редко. Степень высшего признания, которая у тебя была, работа, которая, вот да, слились в одном. Мастерство, вдохновение, коммерческий успех, признание, твое личное удовлетворение. Как часто такое было на протяжении вот этого? Ну, начиная от службы в военно-морском флоте, от эротических почеркушек в школьной тетради, ну и так далее. Нет, я на стенах и в школьных тетрадях эротику не рисовал. Рисовал такую всякую мистику и фантастику обычно. Вот. Возвращаясь к вопросу. Возвращаясь к вопросу. Картины в музеях. Картины... Нет, картины в музеях, это, конечно, очень приятно. Наверное, здесь все-таки свое личное удовлетворение. Картина, она иногда рождается, как ребенок. Она в муках и страданиях, иногда очень легко и свободно. И она тебя все время зовет, пока она еще в творческом процессе. Вот, кажется, уже все, устал, надо ложиться спать, ложишься спать. И вот чувствуешь, что вот не можешь заснуть. Тебя зовет эта картина. Она как маленький ребенок там. Аукает тебя. И ты вот встаешь, посреди ночи включаешь свет, опять достаешь холст, ставишь и рассматришь, все ли ты сделал так, как ты хочешь. И когда ты вот достигаешь такого почти оргазменного такого состояния, что да, получилось именно так, как она с тобой задумалась. Именно вот то, что ты хотел сделать. Конечно, очень влияет и приятно всегда, когда твои коллеги, художники, также высоко оценивают твою работу. Не только музейные работники или галерийные. Это приятно. Конечно, похвала твоих коллег. Особенно это приятно на... Вот я был и на областных художественных пленерах, и на международных славянских пленерах, которые вас проходили на Гомещине. Это вообще очень интересно. Мероприятие, где многие художники разного возраста, разных поколений, разных стран собираются и общаются. И вот они звонят и твои работы, ты видишь их работы. Где-то что-то тебе нравится, как кто-то пишет. Где-то что-то не нравится. Так же и твои работы, может, кому-то нравится или не нравится. Но когда тебя начинают не то, что хвалить, а просто говорят, ты знаешь, получается, молодец, приятно. Не самое недоприятное. То есть это и есть высшее. Ну, вот по поводу оценки художников, профессионалов, да, когда один другого оценивает, это одна оценка, может быть. Зрители – это совсем другая. Галерейщики – третья. То есть вот компромисс какой-то, приступая к картине или в процессе ее. Есть мысль об этом? Компромиссия? Ну, а компромиссия? Как бы угодить так, чтобы хорошо было? Да не хочется угождать. Главное, чтобы я получил удовольствие от того, что делаю. А если я уже получил удовольствие, я как-нибудь закрою глаза на критику. В процессе работы, вот ты только что сказал, да, она живет, рождается, пока не закончишь, пока… А бывает такое, что чуть-чуть перебор? Чуть-чуть перебор. То есть так влюбился в произведение, как… что уже, ну, может быть, хуже даже сделал. Это тоже состояние. Это значит, просто картины все-таки не получилось. Что-то лишнее ты там и сделал. И тогда ты ее просто отставляешь до будущих времен, когда можно будет вернуться опять к ней, переписать, переделать, или вообще уничтожаешь. Излишняя любовь тоже симметричная. Ну да. Как это там? Задушил от любви, да? Да, где-то так. Да. Вдохновение все-таки, возвращаясь. Да не согласен я с этим французом. Не согласен? Как ты доходишь до вдохновения? Что такое вдохновение? Давайте еще вспомним Бараша из Мишариков. Тот тоже, когда свои стихи писал, там постоянно искал вдохновение. Да. Вдохновения больше нет, там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он там сочинял такие стихи. Ну, да бог с ним. Так оно есть или нет? Оно существует. Ну, это какое-то понятие, наверное, абстрактное несколько. Иногда есть просто твоя работа, профессиональная работа как художника. Нет у тебя вдохновения писать эту работу. Ты вынужден, поскольку в данном случае ты взял заказ и должен отработать свои деньги. Чтобы их отработать хорошо и качественно, ты, значит, и работу свою должен выполнить хорошо и качественно. Но это просто как рабочие. Собираются художники на пленэр. Так, собираются. Областной, республиканский, славянский. И говорят, вот здесь мастерски сделано, а здесь мастерски, но без вдохновения. Как правило, когда мастерски, но без вдохновения, наоборот, больше всего их хвалят. Специально. Так, типа, ну, за глаза, по-моему, сказать одно, а в глаза другое. Типа, ой, молодец, отличная работа, а потом, а какую ерунду написал. Бывает и такое. То есть вот, как во всех любых нормальных творческих коллективах, да? Обязательно. Не без этого, увы. А ты сам как определяешь это? Если мне нравится работа, я просто стою и любуюсь чужой работой. Если мне не нравится работа, я покрываю головой, и уйду, ничего не скажу. Ну, вот так, нравится или не нравится, и все. То есть определить, работа написана качественно, профессионально. Ну, стараюсь меня не все лукать. Хотя не всегда это получается, но... Чтобы не обидеть человека там. Потому что меня-то обижают, так, ладно, я уже не обращаю на это внимания, как-то привык. Я же постоянно был с Сережей изгоем, и в школе я был изгоем. Ну, что я там учился? В другом... Да я думаю, на четвертой это фантастические оружие. Я чужой был всегда. Чужой среди своих. И свой среди чужих, да. Ну, вот, то же самое на службе три года. Просто представляешь, это было очень тяжело. С тоски вначале даже начали стихи какие-то писать. Наивные, примитивные. Просто был единственный способ как-то спасти свое создание. Неужели не хватало рисования? Ну, первые полгода, пока ты курсант, потом старшинская курсы, потом служба, и только в ночных нарядах, особенно в дежурном породе, мог сесть спокойно до двух часов ночи, когда наконец себя угомонились и заснули. И писать стихи, да. И сесть, и подумать о чем-то возвышенном. И взять, написать пару строк. Так просто. А потом раз, еще две строки. А потом еще... И, ну, понеслось, понеслось. Наутро читаешь, конечно, наивняк. Примитивно. Но хоть как-то выплеснется. Подожди. Раз уж мы коснулись, раз уж мы коснулись таких биографических подробностей, родители оказали влияние на то, что ты стал художником? Ты вообще видел какой-нибудь другой образ жизни? Извини. Вот такой провокационный вопрос. Кроме того, что, ну, отец – известный, заслуженный скульптор. Дед тоже имел отношение к художественному творчеству. Ты мог выбрать другую специальность? Наверное, нет. Я когда родился, вот, и когда смог только карандаш в руках держать, еще с ясеного возраста, я все время рисовал. Когда родители получили квартиру, я встречался, приехал в Гомель, я начал рисовать на обоих, за что постоянно, конечно, под затыльники получал. Ну, как тут не рисовать, когда вокруг тебя книжные полки ломятся от художественных альбомов? И когда тебе скучно и неинтересно уже там смотреть мультики, которые редко тогда еще шли у нас на телевизоре, ты просто доставил какой-нибудь альбом в Дрезвенской галерее или там еще какое-нибудь творчество художника конкретно посвящено, там, Ван Гогу, например, и начинаешь рисовать, изучать, и смотреть, и гораздо тебе что-то нравится. А когда я для себя иронива Босха открыл там Питера Брегеля, художника 15-16-го столетия, у меня вообще крышу снесло, я начал там такие страшные всякие штучки рисовать. Потом, как же родители не будут оказывать влияние? Мне мама, когда рассказывала интересные истории, там, допустим, пересказывала рассказы А.К. Толстого, допустим, «Семья Вурдалака». Ох, я начал в четвертом классе вампиров всяких рисовать, таких монстров. И все приходили в очередь ко мне, нарисуй мне, нарисуй. Я щедрою рукой рисовал и раздавал. Потом, конечно, фантастика научная. Я начал рано достаточно. У отца огромная библиотека не только художественных альбомов, но и художественной литературы. Большое собрание фантастики. И я начинал рисовать. Была фантастика. Была фантастика. Я начал просто рисовать вот такие космические, фантастические работы. Отец скульптур. Я в скульптурной его мастерской проводил достаточно много времени. Дома у нас картины деда висели. Потом я же ездил еще туда, в Бессарабию, довещать деда. Опять же, вот этот мир, красок, запах красок, запах разборителей. Дед из Бессарабии? Дед, он сам родился в России. Мой прадед был военным пограничником, музыкантом. Он был направлен служить на Бессарабскую границу еще тогда, при царе Николая II. В 1914 году Бессарабию Россию отдала Румыния, чтобы, ну, как бы, румынское государство, там, королевство тогда еще, выступило на нашей стороне против Австро-Венгрии и Германии. Так получилось, что мой отец родился в 1938 году при короле Михаиле Румынском. Потом было освобождение, ну, там целая история. Потом опять пришли немцы с теми же Руманами. Вот такая история. И, конечно, история, которая так или иначе воплотилась в художественном творчестве. Ты пока называл, перечислял всякие имена и территории. Я вот, просматривая картины из выставки, которая была совсем недавно в Гомеле, вот эта итоговая, да, получается, своеобразная итоговая выставка. В некоторых картинах там прослеживаются вот эти вот босковские персонажи. Все-таки не ушло это средневековье и это впечатление вот это вот яркое. Или нет? Или я ошибаюсь? А я до сих пор где-то ребенок, Сережа. Я и солдатики люблю поиграться с удовольствием с каким-нибудь, чьим-нибудь ребенком или там в машинке. Прихожу к знакомому, у него там ребенок играет на ковре и строит из кубиков, из конструктора там какой-то, скажем так, подъемный кран. Я с удовольствием сажусь и с ним вместе мы начинаем строить и этому отдаюсь по полной программе. То есть я как бы вспоминаю свое детство и жили, что да, таких игрушек в нашем детстве не было. Модельки клеил. Совсем недавно только бросил это дело. Что он еще совсем недавно бросил? Ты клеил самолетики? Нет, я танки клеил. Танки? Нет, до Второй мировой войны, да. Бумажные? Нет, пластмассовые, которые можно купить в магазине. Я их клеил, раскрашивал, делал макеты, ландшафтную там часть. Эти танковые сражения? Да, да, да. Травка, там деревья. Это слишком так. Масштабные, нет? Масштабные, да, 35-м масштабные. С другой стороны, я так понимаю, это тоже ответ на вопрос о том, что другого пути жизненного быть не могло. Только творчество, только не глядя на танки и макетики солдат. Ну, это как хобби, с одной стороны. Как у меня один знакомый музыкант, который играет, он постоянно шьет кожу для того, чтобы пальцы. Ну, а с другой стороны, получаются неплохие бирюльки такие кожаные. Так может быть макет, я размышляю. Ну, это как хобби, может быть, иногда для кого-то. Для меня это образ жизни просто. Ну, как там без творчества? Я сама сойду, если перестану, если у меня не будет возможности рисовать. Ну, я и так не в себе иногда. Судя по моим картинам. Ну, а если меня вот просто отобрать, возможность вообще просто писать, я, наверное, просто быстренько, быстро... А так можно отобрать у человека творческого? Можно отобрать способность? Ну, с одной стороны, можно отобрать холст, можно не иметь средств купить краски, а вот сам процесс творчества... Мелком на асфальте буду рисовать, если мне краски отобрать. Ну, как отобрать там? Деньги какие-то я всегда на краску найду там. Даже на акварель, в конце концов, буду рисовать детской на бумаге. Я, например, на службе очень много рисовал прекрасных графических рисунков, просто тушью пером. А когда туши не было, я чем не выбрал. Особый стиль, что там, Берцлей, например, на этом сделал себе имя? Ну, я так не хочу себе имя. Ну, почему нет? Тушь, перо, бумага, все, больше ничего. Все, что надо, да. В конце концов, можно, конечно, взять и попробовать баллончик с краской, и стенок-то много в городе. А как ты к этому относишься, кстати? Ну, скажем так, доброжелательно-соисходительно. Это один из новых видов монументальной живописи, скорее всего. Но только там, где это к месту, а не там, где это, допустим, испортить фасад старого здания. Так, допустим, я отрицательно отношусь к такому. А если специально выделенной стенкой, превратить ее в произведение искусства, красивое, красочное, с интересной композицией. Своеобразный, вот, граффити, они имеют своеобразный язык, пластику, какую-то форму, выражения, даже шрифтовые какие-то вещи, композиции. Они очень интересны, на самом деле. А ты сам не пробовал это? Нет. То есть не... Я как-то, знаешь, это традиционно, кисточка, краска. С одной стороны, традиционно, а с другой стороны, сюжеты, картин, совершенно какие-то метафизические, инопланетные, которые уводят, улетаешь, и там другие цивилизации какие-то. Но это традиционно, кисточка так, тихо, да, все играет. В этом плане, да, я так придерживаюсь именно такой классической школы. Красками очень интересно сражаться. То есть в плане материала ты все-таки традиционалист. Новых там, это... Акриловыми красками я пишу картины, да. И достигаю эффекта масляной жизни. Это все-таки краски. Это краски. А, ну что там, использовать материал, например, или пластмассу туда, в картину вплавить, вот, для того, чтобы подчеркнуть эту факту. У меня были такие эксперименты когда-то еще в 90-х, но потом мне как-то не очень-то сильно... Знаешь, когда папа скульптор, он все время лепит, и ты среди этих скульптур объемных, и где-то помогаешь ему тоже что-то как-то пролепливать, там, какие-то складки в одежде, там, как вот Ирина Ивановна Паскевич. Так оно, да, это просто механический такой где-то процесс, ну, с художественным таким уклоном. Но вот я пробовал. Я делал из пластилина, вылепил страшную морду, такой вываливающуюся из кувшина. Потом сделал форму гипсовую сам, и из папье-маше всю эту форму вылепил из газеты и клея. Зачистил, прогрунтовал и покрасил, и вставил в рамку. Получилась такая жутковатая, мрачная тема. Ну, я тогда вообще в самом начале 90-х... Никто не купил. Нет, почему? У меня такие вещи очень хотели бы... Ну, ты понимаешь, это не мое несколько. Я все-таки люблю брать плоскость холста и сотворять там почти состояние трехмерного пространства. Нет, ну, для того, чтобы понять, что это не мое, все равно надо попробовать. Вот точно так же, если собирать модельки из... Если просто пробовать, тогда не надо браться. Надо пробовать только тогда, когда у тебя есть желание это попробовать. Причем очень конкретно появляется желание именно поэксперсию поискать себя и в таких формах. Ну, опять-таки, в начале идея произведения... Ну, конечно, ты же не задержишься... Насколько форма соответствует содержанию с учетом того, что должно получиться. Ну, я все-таки... Ну, это своеобразное видение, что ли. Ты как бы видишь уже готовую вещь, как она должна получиться. Ну, по ходу исполнения можно какие-то нюансы поменять. Для лучшей выразительности, что ли, своей работы. Кто повлиял из художников, кроме альбомов, которые стояли? Кроме папы, которые постоянно перед глазами? Да вот хотя бы такой пример. 1982 год, апрель, месяц. Я оказался в Ленинграде тогда еще, это был город Ленинград. В Русском музее у меня была возможность там оказаться. Я с удовольствием там ходил. И в ариментаже, конечно, я мало голландцев несколько раз пересматривал. Но вот в Русском музее я увел картину Куинджи Архипа Ивановича «Лунная дочь на Днепре». Их две вообще работы. Одна находится в Русском музее, а вторая в Москве, в Третьяковке. Как бы авторское повторение, наверное. Это было очень сильное потрясение, на самом деле. Вот я просто действительно как вкопанный стал. У меня такое ощущение, что вот мое тело здесь, а вся душа, она отделилась и куда-то туда в картину вошла. И там вот домики у реки, там вот в глубине, в темноте светится окошечко. Ну там луна, темнота. Сережа, я запах травы ощущал, честно тебе скажу. Это было настолько реалистично. Вот запах этой южной полыни такой сладковаток, сладковаток, горький. Я слышал стрелек от этих ночных кузнейщиков каких-то. Я подходил к этим домам, заглядывал в окна и видел людей, которые там в этих домах живут. Я чувствовал запах реки и жучание ее у берега, всплеск волны. Это было настолько реалистично. Наверное, какая-то такая форма маникальной депрессивной психозы, которую я тогда владел, когда я увидел впервые. У меня еще сознание было первокурсник художественного училища. Но это было серьезно. Ты был раскрыт, хотел это увидеть. Наверное, я был в данный момент подготовлен к этому. Вот это очень ярко. Конечно, и Боски Брегель, это еще с детства у меня сильное влияние оказали. Я очень люблю творчество Богоевского. Кстати, один из учеников вместе с Николаем Рерихом, Гуиджи. Это такой мастер романтического пейзажа. Своебразная манера. Я очень люблю и акварель, и поэзию Максимилиана Волошина. Очень люблю. Может быть, потому что я сам любитель Крыма, Кемерия, особенно вот этой юго-восточной части Крымского полуострова, которая меня все время манит. Это на мое место силы. Есть несколько работ, которые явно где-то так... Волошинская техника присутствует. Я вот по этому... Да, она больше ваша, даже акварелью, чем масло. Коктебель, Феодосия, Судак. Словый свет. Я больше дикарем предпочитаю. С палаткой. С одной стороны, в творчестве традиционалист, а с другой стороны, если внутри, в содержании дикарь. Я правильно... То есть по форме традиционалист, по содержанию дикарь. Нет, ну что-то стихийное во мне присутствует. Все-таки водолей – знак воздуха, а то без стихии не обойтись. Порыв чувств, там всплеск настроения. Вдохновение опять. Вдохновение. Как же без него, без родимого. Вдохновение. Вот именно на этом... На этой фразе мы пока прервемся. Прервемся на небольшую паузу. Напомню, что в студии из Гомеля, в программе «Добрый вечер, Гомель» мы разговариваем сегодня с Иваном Поповым, художником, гомельским художником Иваном Поповым. Вернемся в студию после небольшой паузы. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Продолжаем мы программу «Добрый вечер, Гомель». Мы разговариваем в студии с художником Иваном Поповым. Разговариваем о вдохновении. Хотя я не знаю, насколько... Я все-таки пытаюсь, пытаюсь вытянуть откровение, что же такое вдохновение у Вани, но нет, не получается. Хорошо, давай не про вдохновение. Вдохновение – это математический термин. Возьмем термин из индуистской мифологии, например. Нирвана. Ну вот, приехали. Ну, приехали, да. Неспроста. Ты же понимаешь, что я неспроста задал этот вопрос? Потому что нирвана – это сообщество художников. Наши гомельские художники. Которое появилось в 90-е годы. В 2004 году. В 2004 году. Поголовно есть список? Поголовно, извини, я не хочу. Нормально, нормально, нормально. Поименно. У нас есть основной контингент – это 4, ну, 5 человек. Это было в 1994 году. То есть мне рассказать немножко, да, историю? Ну, хотелось бы, да. Раз уж мы про индуистскую мифологию вообще коснулись. Есть у нас такой Сережка Аврига. Гомельский художник. Вот интересная работа сейчас делает уже, вот, как бы, меньше краски. Он больше в металле какие-то вещи забавные такие сочиняет. Очень интересно. Он там, дай бог памяти, в 92-м году делал сюрреалистическую выставку, в таком стиле Дали, и пригласил участвовать несколько других художников в этом проекте. Я тогда не знал даже про этот проект, но как-то вот мимо меня прошло. Где-то в 93-м году мы познакомились с ним, и вот с будущими ребятами нирванистами тоже. И изначально была просто идея сделать выставку, совместную выставку, посвященную именно мистике, как у меня тогда было, сюрреализму, фантастики, фэнтези. Сережа сначала приглашает для участия в этом проекте Игоря Ковалева, потом они приглашают меня третьим. И вот как у нас получилось такое трио. Они все нашли? Нет, мы были уже знакомы, они знали мои работы, и вот они подумали, решили, что я не помешаю для их компании, скажем так. Вот, у нас было трио. Тогда мы стали задумываться над выставкой самой, экспозицией. То есть практически мы тогда вывалили все, что у нас было, наработанное к этому времени. Ну тогда была эпоха Сальвадор Дали кругом. Во время подготовки к выставке приглашается еще и Ваня Фирцек. Так вот, он четвертый был наш художник, и у нас получился уже не трио, а квартет такой своеобразный. Каждый по-своему очень интересен был. И вот когда мы такую большую солянку заделали, выставку, это был выставочный зал областного центра народного творчества, сейчас это Ирининская. Мы там делали первую выставку именно в декабре 1994 года. Эта выставка имела большой резонанс. Даже вот ваши коллеги приезжали просто снять сюжет для новостей, но их так это вдохновило, что потом отдельно про нас и передачу целую сделали, с интервью каждого. И Нирвана мы ее назвали, ну с моей легкой руки все-таки тут и да, это мой грех. Я в то время Курта Коба и нас слушал, и вообще Нирвана там увлекался искусством майя, творчеством, искусством древней Индии, вот эти все Шивы, там я как раз рисовал этих индийских богов в своих картинах. Я предложил Нирвана. Просто красивое название, или это как-то связано с направлением художественным, или общение происходило просто потому, что собрались вместе, и живем в одном городе, и работаем в одном направлении. Либо это духовное объединение, которое имеет своей целью, там, не знаю, супрематисты. Не, ну только не супрематисты, я вас умолю. Ну это первое, что пришло. Это только не... Хорошо. Порождение. Внеземные цивилизации. Малевич. Ты знаешь, Сереж, это получилась... Художественная платформа. Скорее всего потому, что мы все писали картины и реалистически, то есть нереальные. Хотя некоторые были написаны реально, но они изображали другие и реальные миры, вот как у меня, там у того же Сережи Коврига, там у Вани Ферцика, такая очень красивая, очень колоритная, абстрактная живопись была. Нирвана, это для нас было, это способ уйти от мира подлости, зла и несправедливости, погрузиться в свое творчество, найти там самое интересное в этом творчестве, создать это интересное и потом уже показать зрителям. То есть вот так вот получилось. Я проснул это название. Ты как раз ответил на один из вопросов, который я хотел задать. Насколько это бегство от реальности вообще присутствует в направлении этой ирреальной живописи, сюрреальной живописи? Ну вот это творчество, это, знаешь, это даже не сама живописи, это творчество для каждого. Вот был замечательный художник-импрессионист русский, Коровин Гурзуфий, вот Дом творчества сделали на базе у творческого мастерской. Вот он написал как раз именно эти слова. Творческая мастерская художника – это спасение от мира подлости, зла и несправедливости. Человек, создавая свои работы, он общается с чем-то божественным, а не с повседневностью, которая иногда просто может загрызть насмерть, любого человека, не только художника. Возвращаясь к этому состоянию нирваны, состоянию полного умиротворения, которое теоретически должны вызывать картины, да, я правильно понимаю? Да. В вашей группе. Как дальше происходило общение? Она вообще жива, это творческое объединение? Можно сказать, что она жива? Или так? Я думаю, что мы вот последняя выставка, юбилейная, 20-летняя, это было в прошлом году, мы его удачно благословили на «Прощай, хватит», наигрались. То есть такой период. Ну, 20 лет, Сережа, 20 лет. Как у нас начиналось это все тогда дальше, после первой выставки? Вот этот резонанс и вот это впечатление людей, которые оставляли в гостевой книге, там книги отзывов, свои отзывы. О том, как на них повлияло положительно наши картины, наше творчество. Это нас вдохновило, а давайте мы сделаем еще одну выставку. Давайте. Мы так подумали и решили уже сделать конкретную эксплуатацию. Если мы здесь вынесли все на суд божий, что у нас было, нарисовано там за сколько-то лет, у каждого из мастерской пачки охапки работ по плитам, то здесь уже работы создавались непосредственно для конкретно второго проекта. К тому же мы тогда еще занимались и такой благотворительностью своеобразной. Мы решили как-то отмечиться еще более ярко, что ли, на фоне гомельской культурной жизни. Мы сделали такой проект, когда просто взяли по одной картине во время открытия, разыграли как бы в лото. То есть люди тянули бочоньки эти с мешочка, эти деньги как-то платили там копеечные. Были за каждый билетик. Подарили по картине? Получается, что да. Собранная сумма была перечислена на счет дома ребенка. С одной стороны социальная акция, с другой стороны хороший пиар. Это была акция, которую мы хотели отметить не то, что мы такие супер пацаны. Мы просто хотели сделать что-то хорошее еще людям. Просто что-то хорошее. Совершенно бескорыстно. У нас и выставка называлась «Чувства бесплатные». Ты сказал, что приятно было читать. Кто-то вдохновился твоими картинами непосредственно? Твоими образами? Ну, я надеюсь. Я не знаю. Было интересно, что вот моему сыну очень понравилась ваша работа. А он, кстати, еще не сказал такой. Мы взяли четыре темы, то есть четыре холста одинакового формата. Каждый написал картину с одним и тем же названием. Но каждый решил ее по-своему. Игра в ничто. Так называлась. Тут тоже достаточно содержательная. Вот мама пишет, что ее сыну понравилось. Сыну пять лет или четыре там уже. Очень понравилась работа. И вот у нее есть 10 долларов, он согласен приобрести эту работу. Но я их не видел. Может быть, я и договорился бы с ним за эти несчастных 10 долларов. То есть дальше вот, возвращаясь опять-таки к нерванию. Проекты совместные вы не оговаривали. То есть собрались в группу, в творческое объединение, собрались именно по настроению, по душе. Или это было... Это была и симпатия друг к другу, и симпатия к творчеству друг друга. Нам сработалось очень хорошо. Мы общались, мы продолжали общаться. Сережа и с Игорем Ковалевым мы ездили в Крым в 95-м году. В 96-м мы с Игорем Ковалевым вдвоем ездили. До этого Сережа с Игорем тоже ездили в Крым в 94-м году. То есть как-то у нас получалось такое постоянное общение. Мы перезванивали, встречались, иногда делали такие мини-акции друг для друга. Брали по форматику, рисовали картинку, каждая в своем стиле, и обменились как-то такими подарками. Ну вот я вот об этом... Система взаимоотношений какая-то. Потому что просто собрались вместе. Алло, давай сделаем выставку. Ну давай, ты неси свое, я свое. Или давай по-другому. Вот у нас скоро 1 июня, День защиты детей. Давай выставку сделаем. Давай. Так происходит общение в творческом объединении художества. Да не, давайте я вам говорю. Ребята, ну сделаем еще одну выставку. А давайте сделаем. Вот предлагают там сделать, допустим, университет из Калины. Мы там несколько раз сделали нирваны в выставочном зале этого университета. И, ну и что, и как мы оговаривали сроки приблизительно. Мы потихонечку работали творчески. Ну и так вообще. Создавали свои работы. Часть этих работ шла на выставку, экспозицию. К этому времени наше число участников нирваны, но это были не совсем все-таки нирванисты, они стояли у первоистоков. Это были ребята очень интересными картинами, которым мы приглашали принять участие в экспозиции. То есть это не 4 человека, а уже такое сообщество, которое... А к этому времени уже было 5. Еще был Андрюша Хлопков, который сначала выставлял скульптурные вещи свои, потом даже писал интересные работы, тоже и живописно выставлялся. Поэтому у нас уже, можно сказать, истинная подлинная нирвана, это 5 человек все-таки. Андрюша Хлопков не был на первой выставке, а на второй он несколько таких скульптурок небольших в дереве вырезанных экспонировал. А дальше уже потом и картинами, и даже куклами своими. Тема вдохновения не звучала в процессе общения участников группы нирвана? Так не звучало. Мы в основном обменивались или музыкальными какими-то пристрастиями своими, или литературными. Ваня Ферцик, я привнес... Все-таки тема вдохновения звучала. Я послушал Курта Кобейна, послушай и ты. И, например, Ваня Ферцик в это время привнес в мою жизнь дадаистов. Я не знал об этом течении практически. Ничего, кроме того, что сюрреализм как такой практически оттуда вышел. А тут у него была литература интересная. Поэты-то, кстати, французские дадаисты, вот эти там испанские. Там цара, например. Мне дадаисты свои абстрактные искусства, особенно поэтические, очень сильно вдохновили. Я получил очень мощный толчок в творческом плане. Я стал писать работы с такими же абстрактными названиями. Там, типа, после грозы мальчик рисует на песке таинственные знаки, создаёт новую вселенную. Или стоящие на ступенях лестницы, ведущие в небеса. Или разобщённые животные, это, кстати, цитата из дадаистов, путешествуют вокруг света и спрашивают дорогу у моей фантазии. А то, что там нарисовано, уже необязательно передаёт содержание названия. Ну, то есть, да, игра вот эта вот присутствовала. Все мои картины – это своеобразная игра со зрителем. Я его заставляю как-нибудь раскрепоститься. И не спрашивайте меня, а что вы хотели передать в этой своей картине? Сами подумайте, сами придумайте содержание моей картины. Вы просто посмотрите работу и придумайте. Попутешествуйте вместе со мной в этом пространстве. Пообщайтесь с этими персонажами фантазии, с этими шарами, которые бесконечно рисуют. Ну, вот, кстати, шары, шары, да, я только хотел сказать. Какие-то образы, которые… Можно выявить образы шары, да, которые присутствуют в твоём творчестве? Вот разная стилистика, разная тематика, участие в группе. Есть какая-то тема? Тема, образы, повторяющиеся какие-то элементы? Ну, вот элемент шары, да. Ну, если хочешь, это такая фирменная моя фишка. Мне всегда шары нравились. Это такая идеальная форма существования во Вселенной. Шар планеты, как правило, круглые. Ядра Солнца тоже круглые. Но они же не кубические там и не параллепипедные. Ну, какие ядра Солнца никто не знает, по большому счёту. Это как бы домыслы художников, скажем так. Домыслы художников и этих математиков, которые про гипотезы. Гипотезы хотят… Опять гипотезы. Нет, вдохновение всё-таки – это не гипотеза. Это что-то свыше. Это что-то космическое, божественное. Нирвана – это полное решение, на самом деле. Если так внимательно изучать, это полностью уход в свой собственный мир. Художник, когда пишет свои картины, он тоже где-то немножко в свой собственный мир уходит. Несмотря на то, что это – натюрморт, пейзаж, чей-то портрет. Или фантастическая картина. Или там ужасы войны, там, как в работах Гои. Не обязательно. Это просто кусок жизни. Это часть жизни твоей. Это твоё жизненное существование в этой среде, которая иногда для тебя кажется просто, допустим, несколько чуждой. Никто не знает. Игра, раздвоение – тут это всё у нас присутствует. Особенно если уже дадаистов коснулись, то там сумасшедших гораздо больше, чем самих дадаистов, наверное. Может быть, и те, кто потребляют, или кому нравится их творчество, тоже склонны. Ну, вот здесь я, кстати, категорически против. Меня часто спрашивали, вот у вас такие картины, вы что-нибудь употребляете? Я говорю, нет, не употребляю. Вот, вот, вот. И даже алкоголик, если я даже чуть-чуть выпью, я к работе никогда близко не подойду. Иначе такая ерунда получится. Только абсолютно на чистое сознание, на чистое трезвое ум. Ну вот, видишь, а ты говоришь, не знаешь, что такое вдохновение. Знаешь? Знаю. Это отсутствие транквилизаторов, отсутствие всяких... Нет, есть два наркотика, с которых я не могу слезть до сих пор. Это музыка и литература. Это 12 стульев? Нет, 12 стульев, это когда мне очень тяжело. Начнем с Умберта Эка, например, Майдинг Фуко. Начнем с Гарси Маркес «Сто лет одиночества». Там вообще столько литературы много. Интересно. Когда читаешь книгу, иногда просто даже не фантастическую, там как-то проникновение происходит в текст, вот как в картину, да, зрители, и ты уже живешь этой частью, этой персонажей, их жизнью. И вдруг ты... Вдруг оно не сходит на тебя ни с того, ни с сего. И не надо никакой наркоты, ради бога. А также музыка. Музыка вообще – это величайшаяся форма искусства любого, к которой существует. Музыка проникновенна всегда в нашу суть, в наше подсознание. Без этого вообще нет. Если о музыке. Музыка Жан-Мишель Жар, что-то потустороннее электронное? Ну, я, наверное, уже перерос Жан-Мишель Жар. Конечно, мне электронная амбиентная музыка очень нравится. Ну, ну что, классика? А тональный Шонберг? Петр Ильич Чайковский изумительную музыку написал, которая очень визуально под эту музыку, под любой его фрагмент музыкального, там, оперы или балета, можно нафантазировать массу картин на целую выставку. Не хватит. А может, и хватит. Тут же так и представляю себе. Вот Иван приходит, стоит холст, он включает Чайковского, и под Чайковского начинает... Последняя работа для выставки я писал под дарком бент. Мрачная, абстрактная, космическая музыка, где просто звуки посторонних, как будто шепот звезд, там, мы сейчас как выловили, там, эти космические звуки вселенной. Вот это все таком переплетается в такой абстрактный клубок, но очень даже интересно, порой гармонично. Вообще много музыки люблю. Я очень старый поклонник Винн, я люблю Роллинг Стоунс, видите, я люблю и Битлз, я люблю Назарет. Назарет, это из старого доброго рока, так сказать. Но это еще до... Как это? До формата, когда музыку стали писать на компьютере... Кстати, компьютеры, да? Да. Сейчас очень популярна, распространенная такая вся компьютерная графика. Вы рисуете в компьютере? Нет. Я вообще с железом не дружу до сих пор. Могу только выйти, там, посмотреть какие-нибудь новости, там, концерт какой-нибудь группы вытащить, посмотреть, там, тех же квин. То есть отношение примерно такое же, как граффити на стенах. Вот эти все... Ну, для кого-то железообраз жизни, да, для меня это ни в коем случае. Это просто инструмент, которым я иногда лишь пользуюсь. Ну, и то только потому, что любая информация-то можно... То есть консерватор. Абсолютно. Ваня, консерватор. Ужасно. Кошмарно. Ужасно. Не хочешь, ты не бежишь за... Нет, нет. За комсомолом, как это Есенин писал, вперед. Нет, не бежишь. Не бежишь. Все больше туда, вглубь. Вдохновение, музыка, литературы, мазила. Ваня, тут другое. А пейзажи жизни, окружающие вдохновение не приносят. То есть получается, что... Ну, художественное произведение – это уже кем-то созданное произведение. Музыка – это кем-то созданное произведение. И получается надстройка. Одно созданное вдохновляет тебя на второе. То есть такая третья... Я не буду математику употреблять. Надо. Да. То есть, ну, что? Если сюрреализм – идеальный пейзаж берега Сажа, и вдруг инопланетяне летают. Хотя там есть в картинах. Это забавно было нарисовать. Мне очень хотелось нарисовать. Что-то мне пришло в голову такая идея. Я напомнился, что у меня очень интересный такой. Я думаю, дай-ка я попробую. А дальше я увлекся, стал разрабатывать конструкции этих кораблей, там полуторелок, там какие-то, знаешь, вот это все сочинять. И чем дальше, тем больше увлекся. И как-то вот... Захотелось это перенести где-то на родную гомельскую почву. Перенес на один из своих любимых видов вот этот простор. Вид с башни, это где сахарный завод, и на дворец Румянцева Паскевича, там на мостик наш пешеходы прекрасный, на поворот реки и так дальше, и так далее. И вот все это совместить с водой. Причем у меня даже была такая идея нарисовать гомель апокалипсически, но я решил пока это делать. Ну, апокалипсически не надо, но инопланетяне уже начинают где-то... Как это? Чудесное где-то рядом, да? В любой момент ты можешь увидеть, как вот над сажом опускается этот странный шар с какими-то кораблями. Ты знаешь, я могу, я с детства это представлял. Я вот мог находиться, допустим, на нашем же пляже городском, и просто представить эту картину ярко, в деталях. Или, например, когда идут через центральный рынок, я тоже так поднимаю голову к небесам и начинаю себе фантазировать там какие-нибудь дирижабли, которые большие такие серебристые пролетают над центром нашего города. Хорошо, у нас карманники не так развиты вообще. Там и они трогают. Не трогают? Потому что человек, который... Они видят, что где-то... Посреди центрального рынка на приходы инопланетян. Центральный рынок дает очень большую почту для художников, которые работают в такой жанровой картине. Там же очень масса интересных персонажей. То видишь девушку, которая наклеила себе от жвачки там круглую с гусем каким-то и написала Леди Гага ручкой так. И много персонажей, и лица, и манера поведения. Это очень интересно для тех художников, которые любят такие бытовые сценки. Нет, ну ты как художника-то замечаешь. Но в твоем творчестве это не просматривается. Ну, просто я этот жанр не мой. Скажем, ну, когда-то мне было интересно что-то подобное делать. Многофигурные композиции, выстраивать там в каком-то языке, чуть ли не в символизм какой-то выкрутить. Но потом, 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 потом как-то... Я пустынник, я отшельник больше. Большое количество людей в одном месте меня начинает очень сильно утоплять. Поэтому я не хожу ни на городские праздники, ни на массовые зрелища. Старый стал, легилый. Ну да, нирваны на массовых зрелищах достичь тяжело. Тяжело живется художнику сегодня? Вот такому как-то. Ради бога, кому сейчас хорошо живется? Я вас умоляю. Нет, ну как тяжело? Интересно. Жить всегда интересно. Сам процесс. Я имею в виду сам процесс. Ваня, хочется, чтобы ты так поныл немножко. Я подружески так. Ой, денег нет, там все кругом плохое. Деньги нет, творчество такое. Ну как вот с этим жить? Я тут же спрошу, а как же вы выживаете? Я на работе выйду в 5 утра на крыльцо поубираться, смотрю, такое небо красивое. Такие сосны, золотистые в первых лучах с восходящего солнца. Боже, какая красота. Почему у меня сейчас нет утюдника? Я бы написал все это, ведь убирать надо. То есть постоянное балансирование. Вот такая вот судьба. Ну какая судьба? Как у всех. Рисуешь и счастлив. Не рисуешь, грустишь. То есть пока работаешь. Пока есть у меня в руках плееры, я могу послушать какую-нибудь музыку, та, которую мне хочется на сегодняшний день. Там Зикилз и Вайдс Райпс, тоже мои любимые группы. Выставка вот эта, которая была недавно совсем, итоговая относительно возраста или относительно творчества? Вот, вот здесь вот как раз мне очень хотелось бы сказать, ребята, ни в коем случае, не надо говорить, что это итоговая выставка, это подведение каких-то итогов. А, я неправильно выразился. Нет, ты правильно выразился, но это как бы стереотипно. Я в коем случае не хотел, чтобы это выглядело как итоговая выставка. Вот, у меня 50 лет, и вот что я тут намазал за эти 50 лет, я вам все и вывалю. Не, ну это во всех газетах, во всех газетах, все, кто писали, итоговая выставка, которую подвязывали, опять-таки, под юбилей. Она приурочена к 50-летию, но это не итоговая. Итоговая выставка, ты художник, знаешь, вот все, что там нарисовано, там начинается с художного училища, в тех или иных пропорциях, вываливать на суть зрителя. Я почти 7 лет проработал в картинной галерее Ивашенко в качестве экскурсовода. Открыватели чужих выставок, лекции читал даже в тюрьмах. Ну, я тебе скажу так, я прекрасно знаю эти залы, великолепно. И когда у меня стал вопрос делать, где мне выставку, я сначала думал, может, Творцов парком ансамбля? И вообще, стоит ли делать? Потом нет. В охотничьем домике нет, на Ирининском месте мало. А Вашенко как раз очень оптимально подходит. Два зала, два разных зала, два разных вида моего творчества. Вот оно как бы оптимально. То есть вопрос стоял, где сделать выставку? Изначально да. А не стоял вопрос, делать выставку или не делать? Стоял. Еще в начале прошлого года он стоял, я вообще-то как-то даже не задумался. Ну, тот и супруга моя, и родители, они стояли, говорят, Ванька, тебе надо сделать выставку. И такую хорошую, добротную выставку. Я, да, а кому это надо, подумал я сначала. Потом думаю, ну, может, в первую очередь, в самом себе. Во-первых, у меня действительно появился какой-то стимул, что-то сделать. Все-таки 10 работ для этой выставки, для этой экспозиции написаны были специально для нее. То есть, когда еще выставка только была в планах, даже эти работы, они где-то в черновиках, где-то валялись так разрозненно, раскиданно. И я решил, что все-таки буду делать. То есть, стимул для вдохновения вот этих 10 работ, извини, для вдохновения этих 10 работ. Это именно стимул. Все-таки, все-таки, вот сроки, вот формат, вот полстены свободные, надо их чем-то закрыть. Я сделал план подробный каждого зала. Но я уже знал точно, что во втором зале у меня будет пленерная живопись. Во втором, вот в первом, центральном зале, вот именно вот моя фантастика, буси-реализм. Я сразу по плану выстроил, где какая работа должна быть. Если вот по мотивам стихов Алоизиса Бертрана одной работы мне не хватало, мне надо было ее написать, я знал, какую работу должен написать. Бертрана нужно было посчитать. И сразу отметил. Вот в этом месте будет именно эта работа. Значит, на этой стене будут две таких, которые надо написать. Получилось корабли Иронима и Левитация. Кто был на выставке, они знают. А значит, на этой стене это, потом вот комикс это, да, вот, ну, это не комикс даже не назовешь, и не триптих там. Это часть той моей страсти детской. Я ведь мечтал в детстве быть художником комиксов. Ну, там, не совсем комикс, конечно. Там не совсем комикс. Не назовешь это комиксом, там по форме можно, можно догадаться, что это как бы тенденция в комикс. Тенденция в комиксе. В реальность у нее есть форма. Это еще века. Там повару Яра это такое рассуждал. Мы вот еще одной темы не коснулись. Ты так скользь. Пленерная живопись была в одном зале. Как сам процесс пленеров? Как ты, ты, вот, так же целенаправленно художник ходит на пленеры, да? Ну, то есть, каждую субботу в одно и то же время. Нет. Как на рыбалку. К сожалению, к сожалению. Или, или работаю, работаю, живу, живу, все. Все надоело. Мольберт за плечи. А, нет, не так. Тоже и не так? И не так. Как? Первый раз я попал на такое серьезное мероприятие, как пленер, где собирается несколько художников. Это было в 1993 году, в Туре. Это был областной пленер по живописи. Меня пригласили, я еще не был членом союза художников, я был членом молодежного объединения при союзе художников. И вот, я был, а все кругом члены такие. Знаешь, все маститы. Вот. И мне, конечно, было боязно ехать на фоне этих ребят, чтобы мне блажаться только. Тем не менее, как-то получилось интересно. Три этюда этих ранних, до сих пор моими родителями очень любимые. Они из их личной коллекции. Вот, я экспонировал. Пленерная живопись для меня это возможность вырваться, как в небольшой творческий отпуск. Нет у меня возможности ходить вот дальше. Вот захотелось пойти писать на природу и пошел. Но пока нет этой возможности. Это организованное мероприятие для меня, организованное городскими, областными властями. Там, в случае, там Светлогорск, там Будакшиле, там был в Калинковичах на Пленерах. Это, когда собирается группа художников, они между собой общаются, стараются не ругаться, не рассматривать различные социальные и политические аспекты нашей общей жизни. Нет, они просто вместе живут, общаются, учатся где-то друг у друга. смотрят, кто как рисует, потом делают итоговую выставку. И, кстати, пленерный своей этюдной живописи я никогда в Гомеле не экспонировал, разве что в 93-м году, как итоговую выставку после пленера в Турове. Как-то у меня все руки не доходили взять и этюды свои выставить, но на областную выставку, как мы называем ее между собой иногда солянка такая, где разные художники разные свои творчества представляют, я все-таки предпочитаю экспонировать свои вот именно сюрреалистические, фантазические работы, хотя бы, чтобы выделяться на общем фоне. А пленерная живопись, она у меня лежала, долго хранилась, вот я только пыль вытирал из этих этюдов и вешал некоторые работы. Я, кстати, никогда не продаю пленерные этюды, никогда. Подарить своему другу, товарищу, могу, а продавать не продаю. И вот настало время, когда я смог с чистой душой взять, стереть пыль с этих работ, кому-то, для кого-то из этих работ, я их называю как живого человека все-таки, и экспонировать для зрителя. Пусть посмотрят, что я могу и такое делать. А ведь за каждым этюдом каждая история, целая история, я тут каждый этюд рассматриваю, вспоминаю, как это было. Вот Уровский пленерный этюд «Серебро Господа моего». Я помню настроение, начало ноября, и не на траве лежал, небо было такого серебристо-платинового, и в голове у меня закрутился грибничеков. «Серебро Господа моего». Я вот так и назвал этюд. Вели капризная девчонка, маленький, в Мелограде был этюдик, яблони такая, золотистый. И много болтаю? Да, нормально. Я все думаю, как бы сказать про вдохновение, потому что время нашей программы неумолимо заканчивается, но видно, что даже наше общение... Уже вдохновляет, да? Нет. Сам процесс общения, вот вдохновился ты, да? Если в начале программы мы говорили про... Да, я стеснялся, я был замкнут, так вот на этом не хотелось вот так вот поделать. Да, да, да. Так говорится, какой вот столик гладенький. Это потому что я задал вопрос, как тяжело жить художнику. Вот тут же, вот тут же ты вдохновился, для того, чтобы рассказать, насколько художнику тяжело жить, да? Все-таки ты меня подкусь бил. Ну, я думаю, наше общение было не скучно нашим зрителям. Что же все? Относительно, ну да, потому что... Я только настроился. Ай-лю-лю, ай-лю-лю, как говорили в известном фильме. Что такое вдохновение, ну, не знаю. Во всяком случае, выслушали твое мнение. Если это не гипотеза и не нирвана, как мы выяснили... Это бурный поток творческого настроения. Вот. Я думаю, что все наши зрители, которые так или иначе имеют отношение к творчеству, воспримут эти слова. Ну, а мы прощаемся. Напомню, что мы разговаривали в студии из Гомеля с художником Иваном Поповым. Музыкальное сопровождение Владимир Грама. Меня зовут Сергей Краснобород. Увидимся. Партнер показа сеть фирменных магазинов в Гефест. Музыкальное сопровождение Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин